Уважаемые коллеги, мы сегодня проводим очередное заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Калининградской области. Понятно, почему мы встречаемся в таком составе и причиной регулярных заседаний этой комиссии. Это особый регион, он географически отделен от основной территории страны территориями иностранных государств, но это наша земля, здесь живет миллион наших граждан, и так если в целом говорить, они не должны себя чувствовать отделенными от страны в целом, оторванными от России. Поэтому особое внимание, мы с членами правительства и другими участниками комиссии приехали для того, чтобы посмотреть, как идут дела. Напомню, что с 2002 года здесь действует специальная федеральная целевая программа. В дополнение к ней в марте 2013 года принята отдельная государственная программа по развитию самого региона. И сегодня мы рассмотрим, что сделано по выполнению этих программных документов и какие есть проблемы. Несколько дней назад я подписал постановление правительства, которое вносит изменения в федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года. Речь идет о продолжении, то есть о второй очереди реконструкции и развитии аэропорта Хороброво. Новый транспортный узел необходим региону и для обеспечения потребностей области в пассажирских авиаперевозках и для развития здесь туризма. Кроме того, аэропорт отнесен к объектам транспортной инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года. Конечно, Калининградская область имеет не только трудности, связанные с таким отдельным положением, экскламным положением, но и серьезные преимущества из-за своего особого географического положения. Близость к европейским рынкам, доступность балтийских и атлантических морских путей и, конечно, большой туристический потенциал. Возможности для развития бизнеса дала и особая экономическая зона, но, с другой стороны, такое расположение также генерирует и много специфических проблем. А прежде всего, каких проблем? По ряду позиций это высокие транспортные и таможенные издержки, а также определенные сложности с развитием энергетического и транспортного комплексов. В последнее время к ним добавилась еще одна нагрузка, связанная с падением цен на нефть, валютным курсом, то есть валютными колебаниями и санкционного давления. Понятно, что эти трудности так или иначе испытывают все регионы нашей страны, но по ряду направлений их последствия для Калининградской области оказались более чувствительными. Ведь в основном региональная экономика базируется на производстве товаров из иностранных компонентов, на переработке продукции из импортного сырья, которые поступают из Европы и, естественно, приобретаются за валюту. Несмотря на трудности по некоторым показателям, мы сейчас об этом с губернатором говорили, регион показывает неплохие темпы, опережая другие субъекты России. Особенно сильно прибавила по объемам Калининградская область по вводу жилья. В 2015 году сдано более 1,2 млн квадратных метров. Это больше на 8%, чем в 2014. Ну и по показателю, это, конечно, один из лучших показателей в стране, потому что это практически больше, чем 1,2 квадратных метра на одного жителя, что выше норматива, который мы считаем рекомендуемым по всей территории страны. Неплохих результатов добивается и агропромышленный комплекс. В целом, социально-экономическая обстановка, считаю, здесь остается вполне стабильной. Ну, конечно, уровень жизни – это отдельная тема, он отстает от европейских соседей. Здесь, безусловно, есть много, чем нужно заниматься. Функционирование особой экономической зоны. Она действительно здесь имеет ключевое значение. С момента создания остается основным драйвером развития региона. Как вы знаете, с 1 апреля этого года перестает действовать так называемый переходный период для организаций, которые зарегистрированы до 6 года. Они больше не пользуются специальным режимом. И это, конечно, создает определенные риски не только для предпринимателей, но и для региональной экономики. Напомню, что на этих предприятиях работает около 50 тысяч человек. И здесь производится практически пятая часть валово-регионального продукта. Поэтому еще раз хочу отметить, что федеральные власти, конечно, региональные власти должны сделать все возможное, чтобы в максимальной степени защитить эти предприятия от негативных последствий, которые связаны с завершением переходного периода. Очевидно, что эти риски были просчитаны. Были предприняты меры для их минимизации. Как адаптировать экономику области к завершению вот этого самого переходного периода. Мы обсуждали с вами на отдельном совещании с представителями бизнес-сообщества здесь в 2014 году. И на предыдущем заседании нашей комиссии были даны поручения относительно дополнительных мер поддержки. Часть этих решений работает уже. К примеру, постановление правительства, которое предусматривает поддержку участников особой экономической зоны, развития рынка труда и направлено на улучшение экономических и социальных условий. Оно было принято еще в ноябре 2014 года. В федеральном бюджете этого года на реализацию соответствующих полномочий предусмотрены деньги, причем немаленькие. Но хочу это специально отметить. Некоторые решения находятся пока либо в стадии проектов нормативных актов, либо в стадии законопроектов. И это плохо. Это означает, что не все ведомства сделали то, что было положено. Сейчас мы проведем разбор полетов. Кто чего сделал и кто какой оценки в этом смысле заслуживает. Сделаем мы это после того, как, естественно, ведомства отчитаются. Я напоминаю, что переходному периоду остался всего месяц. Если у кого-то есть трудности с реализацией соответствующих задач, скажите, мы найдем исполнителей более оперативных. Важнейший законопроект о снижении минимального порога инвестиций для получения статуса резидента до 50 миллионов рублей внесен в Государственную Думу, но внесен только в декабре прошлого года. Конечно, его нужно принимать как можно быстрее. Я обращаюсь и к коллегам из Государственной Думы. Вот Александр Митриевич здесь, Шуков, присутствует. Ну вот, это на самом деле важно. Но просто все это можно было сделать, еще раз говорю, значительно раньше. Поэтому и коллегам из правительства, и, надеюсь, нашим коллегам из региона и законодательных органов нужно действовать. Сейчас будет максимально оперативно. Сегодня подведем итоги работы, проделанной в рамках подготовки к завершению переходного периода, как я уже сказал. Ну и поговорим о том, что еще можно сделать. Также поговорим о том, как выполняется федеральная целевая программа развития Калининградской области до 2020 года. Подробно о том, что сделано, по программе доложат представители Минэкономразвития и Минфина, естественно, руководство региона. В целом, проблемы с выполнением этой программы известны. Рассчитываю также услышать более детальный анализ причин недопустимо медленного освоения выделенных бюджетных средств. Нужно сделать всего этого правильные выводы. В этом году работать максимально эффективно. Тем более, с деньгами у нас, вы знаете, весьма напряженная ситуация. Тем более, что в правила формирования и предоставления субсидий с федерального бюджета внесены изменения, которые направлены на повышение качества бюджетного планирования и ответственности за эффективное использование средств, как главных распорядителей средств федерального бюджета, так и региональных органов власти. Соответствующее постановление правительства я подписал. Кроме того, мы обсудим важные для региона вопросы о том, как работает электроэнергетический и транспортный комплекс. Мы всегда их обсуждаем. Очевидно, что из-за отсутствия общей границы с другой частью России, калининградская энергосистема, зависит от поставок от соседних государств, других факторов. И что нужно сделать, чтобы все-таки обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в ближайшее время? Я подписал дорожную карту, новую ее версию, об обеспечении энергоснабжения Калининградской области сегодня с утра. Так, коллеги должны доложить, что предстоит сделать, но обращаю внимание, что работа по предыдущей карте оказалась неисполненной. Во всяком случае, по ряду направлений, что потребовало корректировку. Значит, это последняя версия, и за ее исполнение отвечают все федеральные структуры, которые работают в этих направлениях. Что касается транспорта, мы уже приняли ряд мер, которые направлены на обеспечение бесперебойного воздушного и паромного сообщения. Сегодня также обсудим, насколько эффективно эти меры работают, какие дополнительные решения нужны, в том числе по увеличению флота на железнодорожной переправе и некоторые другие. У нас будет несколько сообщений. Просил бы всех выступать максимально компактно, рассказывать о том, что сделано, чего не сделано. Не только рапортовать о успехах или сваливать на других. Продолжение следует...